Издалека кажется, что это повалившийся дощатый забор. Между тем, даже местное население не представляет, какую опасность таят брошенные доски. Летонное перекрытие, похоже, что... О, там птички. За полузгнившими досками во время плановой осенней проверки мошгинские ветеринары нашли место, куда свозились трупы умерших животных. В данном случае гусей. Такой скотомогельник хоть и заброшен, но считается действующим, потому что опасен. Официально не закрыт, землей не завален, ограждения отсутствуют. Значит, в аварийном состоянии. Там вот стол для вскрытия, крышка неревянная, бита железом, замков никаких нет на ней. На этот скотомогельник запросто может попасть кто угодно, даже ребенок. Рядом деревня Комяк. Забрести сюда могут и дикие животные, и подхватить какую-нибудь заразу. Потом по цепочке залезится может домашний скот и люди. Подобных объектов в Мошгинском районе 33. Выяснилось, из 25 действующих только один соответствует санитарным нормам. Причина того, что у скотомогильников до сих пор на сегодняшний день нет хозяина, владельца, то есть ни на чем балансе они не стоят. Мы совместно с прокуратурой проводили работу для того, чтобы доказать, какой субъект хозяйствующий пользуется тем или иным объектом. Подтверждалось это все актами. Ветеринары обратились к администрации района с требованием навести порядок. Эксперты уверены, пора решать вопрос утилизации трупов животных более прогрессивным способом. В некоторых хозяйствах республики пользуются специальными печами, а в некоторых регионах России работают заводы по утилизации и переработке. Елена Гремулина, Дмитрий Вороновнин, Юрий Зеленинкий, телеканал «Майя Удмуртия».